Рост почти 50%. С января из-за дефицита средств повысят взносы на капитальный ремонт. Огневая, строевая, инженерная. Начальную военную подготовку первые школьники начнут проходить уже в феврале. Просят больше общественных и больше бесплатных. Где барнаульцы могут покататься на горках этой зимой? В Алтайском крае с 1 января поднимутся взносы за капитальный ремонт почти на 50%. Теперь для жителей многоквартирных домов минимальный размер взноса составит от 8 рублей 92 копеек и до 10 рублей 94 копеек за квадратный метр. Конечная расценка будет зависеть от конструктивных и технических параметров дома, поясняют в региональном инстрое. В Министерстве строительства отметили, что установленный в регионе размер взноса не обеспечивает финансирование всех работ запланированных программой. Ежегодно собственники помечений оплачивают чуть больше 1 миллиарда рублей. В то время как необходимый объем работ оценивается на уровне более 2,5 миллиардов рублей в год. А теперь к другим темам. В Новоалтайске из квартиры выселяют пенсионера. По договору аренды квартира, в которой долгие годы проживал мужчина, должна была перейти в его собственность, если он отработает на заводе до пенсии. Но за три года до заслуженного отдыха его сократили. Подробнее об этой истории в нашем сюжете. Всю жизнь Николай Сутыркин посвятил этому заводу, а именно 33 года. Эта квартира досталась семье Сутыркиных в 1995 году по договору найма служебного жилого помещения. Когда заехали, были только голые стены и проводка. Чтобы оформить квартиру в собственность, Николай должен был отработать на заводе до пенсии. Таковы условия договора. В этом году мужчина должен был уйти на пенсию. Вот только получается, что не он ушел на заслуженный отдых, а его ушли. Не дав доработать до пенсии всего три года, мужчину сократили. Они специально это сделали. Я зашел еще к бухгалтеру, говорю, как так-то. Она говорит, ну выкупай. И сумму назвала, я уже забыл, по рыночным суммам. Я говорю, как так-то. Говорю, хотя бы высчитать там, что я ремонт делал, полы стерил. Они даже мне не дали 10 дней доработать. Так бы мне 33 года я проработал, мне бы как ветеран труда не дали доработать даже. Экономят деньги. Все эти годы Николая в судах приходится доказывать, что он не по своей воле ушел с завода. Причина в ликвидации предприятия. А значит, договор аренды мужчина не нарушал. 2019 года в отношении заволота и кровля арбитражным судом города Москвы принято решение о состоятельности банкротства данного предприятия. Веда процедура конкурсного производства. Конкурсное производство процедуры подзревает под собой реализацию имущества, которым принадлежит данному предприятию. А месяц назад семья узнала, что их квартира уже принадлежит другому человеку, который купил ее даже не глядя. Оказывается, жилье продали с торгов. Это было возможно только за наличный расчет. То есть у семьи даже не было шансов на ипотеку или кредит, чтобы срочно выкупить квартиру. Так что сегодня Сутыркиных еще и выселяют из этих стен через суды. Мы надеемся, что как бы зимний период мы здесь еще останемся, так как есть у нас несовершеннолетний ребенок, вот дочь моя, 5 лет. Все равно не хочется покидать как бы эти стены, потому что я здесь пошла и в первый класс из этой квартиры. Юрист семьи будет настаивать на том, что именно банкротство предприятия оказалось тем самым непредвиденным обстоятельством, которое помешало исполнить договор. А пока человек, который 33 года трудился на свой город и край, остался в 60 лет без работы и квартиры, на которую зарабатывал всю жизнь. Только травму, что она мне дала, это произвести. 33 года я поехал там. Мы отправили запрос в предприятие и еще обязательно вернемся к этой теме. Новый фельдшерско-акушерский пункт накануне открыли в Алейском районе. На его строительство затратили почти 12 миллионов рублей по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новый ФАП оснастили современным оборудованием и уже сегодня фельдшер готов принимать первых пациентов. Анара Шагирова продолжит тему. Открытие нового ФАПа – большой новогодний подарок. Так говорят сами жители села Толстая Дуброва. Сегодня в населенном пункте, причем самом отдаленном от райцентра, проживает почти 400 человек. Каждое время от времени обращается за медпомощью. В старом ФАПе, конечно, холодно было. Уже старый. Он, я не знаю, даже сколько лет. Наверное, лет 30 больше, наверное, существовал. Ну, надеемся, что здесь будет все хорошо. ФАП построили всего за 5 месяцев. Теперь пациентов будут принимать в новых теплых кабинетах. Предусмотрели помещения и для хранения лекарств. А еще оснастили учреждения оборудованием и новой мебелью. На строительство и благоустройство местного ФАПа по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» затратили почти 12 миллионов рублей. Здесь будет работать два человека. Один из них – это фельдшер на постоянном месте работы. Раз в неделю по графику будет выездная работа участкового врача-терапевта. И сформированы бригады, специализированные бригады узких специалистов – невролог, кардиолог, окулист, лор. По требованию, то есть по запросам, скажем так, населения. Напомним, плановое обновление ФАПа в крае началось в 2012 году. За это время открылось 91 учреждение. Еще 18 планируют ввести в эксплуатацию до конца уходящего года. А это значит, модернизация первичного звена здравоохранения в регионе в определенной степени будет завершена. Напомним, правда, что ей предшествовал долгий процесс оптимизации, то есть объединения медучреждений. Анара Шагирова, День с толком. Экспорт продукции из края вырос почти на треть в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал начальник Алтай-пищепрома Александр Большаков в ходе пресс-конференции. Традиционно много поставок было в Казахстан, Китай и Монголию. Всего продукция региона экспортирована в 52 страны мира. В Алтайском крае создадут три центра для начальной военной подготовки школьников. Под один из них уже реконструировали корпус техникума в Тальменском районе. Здесь начнут проводить обучение с февраля следующего года. Что включает в себя начальная военная подготовка, сколько она будет длиться и в каких условиях будут проживать курсанты. Ответы на эти вопросы в следующем выпуске. Автоматы сколько разбираешь? Самое минимум 20 секунд. Вика учится в восьмом классе, живет в селе Курочкино. Два года назад стала участницей военно-патриотической смены в одном из загородных лагерей. Ей там настолько понравилось, что после она решила вступить в движение юно-армия. Нас учат строевым упражнением, автомат. А копы роете? Нет еще, но бомбы, как обезвреживать, как проходить места с бомбами. Прежде всего для таких активистов и создают подобные центры патриотического воспитания. Но теперь и для школьников. По новым требованиям учебной программы все мальчики 10-11 классов должны пройти начальную военную подготовку. Девочки тоже могут познать азы военного искусства, но набирать их будут по желанию. Для них откроют летние профильные смены от военно-спортивных клубов, школьных и казачьих отрядов. АК-12М1 будет уже выпускаться без двойного выставления. В центре «Авангард» смена будет длиться 5 дней. Ребята обучат основам огневой, строевой, инженерной подготовок и других базовых дисциплин. Будет огневая подготовка на базе воинских частей. Ближедлежащая часть к нам – это зато сибирский поселок расположено. На базе их будет проводиться стрельба учебная, первоначальные знания по разборке, сборке автомата. Будет здесь все проводиться, на месте. Центр базируется на базе Тальменского техникума. Здание не новое, однако в августе все внутренности демонтировали, оставив одни кирпичи, отстроили заново. Четыре дня назад мы издавали этот объект, он был сдан. Подписаны были акты соответствующие. То есть с момента захода первого строителя подписания акта прошло всего два с половиной месяца. За такой короткий срок. Типовая комната. Таких комнат для курсантов у нас 26. Центр обустроен как особого типа загородный стационарный лагерь с круглосуточным пребыванием. Жить ребята будут в хороших условиях. На армейские казармы не похоже даже близко. Наш центр одновременно может принять 100 учащихся, 100 ребят, учеников 10 классов, выпускников, тем которым необходимо пройти именно военно-полевые сборы. В феврале готовятся к первому заезду. В год планируют обучать до 3000 детей со всего края. Такие центры создают в каждом регионе. В нашем их будет три. Где построят остальные, еще не решено. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Новогодние открытки с добрыми пожеланиями сегодня с самолетом отправили в зону боевых действий. Авторы открыток – барнаульские школьники, которые занимаются в общественной организации «Доброе сердце». Кстати, в новогодней посылке для бойцов есть и другие сюрпризы. Подробности в сюжете. Закончим, да, отправим солдатикам, нашим воинам. Поздравления с Новым годом. Таким составом в «Добром сердце» собираются каждый год. Правда, в этом году адресаты новогодних открыток поменялись. Это уже не мамы и бабушки, а бойцы, участвующие в спецоперации. Аппликации из елочек, мишуры, пайеток, вырезок из газет и журналов. Несколько минут и новогодняя открытка с пожеланиями готова. Сложный вообще процесс? Ну, процесс не очень сложный. Главное написать без ошибок. Что ты там хотела бы написать, Алиса? Ну, я бы написала «Дорого, солдат». Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы ты бы скорее вернулся с победой, целым и невредимым. Бойцы получат от добрых сердец Барнаула более 30 открыток, самых разных. Но все они исключительно с добрыми и искренними пожеланиями. Я, конечно же, наверное, как мама, как бабушка желаю здоровья, желаю бодрости духа, чтобы они знали, что мы их любим, что мы их ждем, мы гордимся ими. Посылка в зону СВО будет состоять не только из открыток. В добром сердце для бойцов собрали необходимые медикаменты, вещи, которые обязательно пригодятся. А еще здесь сами изготовили куклы-обереги. Эта обережная кукла, она вот у нее вот здесь в узелочке наша алтайская земля, русская земля. И у нее здесь еще в кулечке есть молитва, живые помощи. То есть мы эту куколку делали с молитвой, пели специально молитвы, чтобы эта куколка оберегала наших бойцов. Уже сегодня посылка с самолетом отправится в зону спецоперации. Общественные организации надеются, что открытки и обереги обязательно дойдут до бойцов накануне Нового года. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. В преддверии новогодних каникул все больше жало поступает на отсутствие зимних горок. Горожане считают, что в краевой столице практически не осталось мест для любимой детворой зимней забавы. Наша съемочная группа решила выяснить, где еще можно покататься на батрушках и санках. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Таким Барнаул был пару лет назад. Ледовый городок, огромная елка и сразу пять горок в одном месте на площади Сахарова. Сегодня, к сожалению, такого места не найти. А это наши дни. Обычный склон во дворе, нелегальная горка. И такая картина во многих дворах Барнаула. Ведь официально такой вид зимних забав запретили пару лет назад, чтобы снизить детский травматизм. Все зависит от родителей. То есть, если родители смотрят за ребенком. То есть, ребенок скатился и следом не пускать его. Ну, то есть, какой-то период времени нужен. Все зависит от родителей. Беззаботное катание на горках. Это теперь в прошлом. Теперь, чтобы покататься на горке, это прямо как официальное мероприятие. С правилами безопасности, с правилом поведения и даже с режимом работы горки. С одной стороны, это и правильно. Да, дети и их родители знают, как вести себя на подобных зимних аттракционах. А с другой стороны, иногда дело доходит до смешного. К примеру, кататься на горках всего до восьми вечера разрешено на улице Молотобольской. Сомнительно, что в это время на основной новогодней площадке города уже не будет народа. Да, и в принципе, официально разрешенных мест для катания на горках, увы, немного. Есть на лыжных базах. Но за аренду ватрушек и тюбинги придется заплатить в среднем от 100 рублей. Снежная горка есть еще в Центральном парке и на территории спортивного комплекса «Первый». Но они все небольшие по размеру, скорее для детей младшего возраста. А вот подросткам тем же не подойдут. Для людей любого возраста подойдет, пожалуй, только одно бесплатное строение. Всем известная горка дедушки Славы около Булыгинского озера. Официально она откроется уже завтра. Постройка началась с того, что мы собрались. И давай строим лопаты, скребки, ловим камазы со снегом, сюда заворачиваем. Здесь больше 10 камазов снега привезли, потому что мало. Да и склон сильно крутой был, поэтому надо было пологи делать, выровняли. Таких аналогов нет в городе. У нас она вот существует, весь город катается. Даже из соседних, я бы сказал, деревень приезжают в праздники. Возле этой елки тоже разместят баннер с правилами безопасности. Соблюдать их очень просят строители аттракциона, чтобы, не дай бог, не остаться горожанам без единственной большой, да к тому же бесплатной горки. Зимние забавы сейчас под строгим регламентом. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Мечты сбываются, если в них очень верить. В этом убедились сразу 10 юных жителей края из семей, которые находятся в непростой жизненной ситуации. Кто подарил им сказку в преддверии Нового года и какие чудеса исполнились, знает Анастасия Дороган. Это же Саша и Настя у нас, правильно? Да. Да? А вы нас узнали? Как думаете, кто я? Из вас. Они немного растерялись, когда домой пришел Дед Мороз. В декабре Саша и Настя Баскаковой написали ему письмо с новогодним желанием. Спасибо большое. Твоя лазная мозаика. Саша, когда была еще совсем малышкой, много рисовала, рассказывает мама девочки. Сейчас активистка российского движения школьников лепит из глины, поет в хоре и фотографирует. Рисованием сегодня больше увлекается сестра Настя. Я люблю всех рисовать. И Белару, и цветы, и маму, и папу, и бабушек. Настя пристально изучала Деда Мороза и внучку. Новый год – ее любимый праздник, и волшебников она хорошо знает. Сказочным гостям девочка устроила проверку. Обнимаемся. А если гурочку? Не показывай. А Саша волшебникам раздавала советы. К примеру, учила Мороза тому, как не разориться в Новый год. Сразу видно, что уроки по финансовой грамотности не прошли даром. Экономить на упаковке подарков. А как экономить? Ну, как так? Ну, то есть можно не покупать подарочные упаковки всякие, а упаковывать синную бумагу или в фольгу. Спасибо за Морозайку. Дед Мороза и снегачки. После финансового обучения Дед Мороз познал азарт от современных игр. В приставку «Сега» он сыграл вместе со Стасом Малыхиным. Ты хоть раз сыграл за Дедушку Морозу в приставку? Нет. Представляешь теперь, что будет? Это наше прошлое, наше детство. «Сега» – она более развивающая внимательность. Ему она не повредит. Мы присоединимся обязательно к этому процессу. Стас не откажется от компании, но предпочитает самостоятельность, будь то игра или учеба. Мальчик старательно догоняет сверстников в школе. За эту четверть свел тройки к минимуму и уже почти хорошист. Осталось подтянуть русский. Мама Ирина уверена, что про учебу из-за приставки «Сын» точно не забудет. А пока все его мысли о подготовке к главной ночи, ведь Новый год – один из двух любимых праздников Стаса. День города, либо Новый год. А день города как попал в твой топ? Просто на день города у нас здесь праздники, шоу разные находятся. А на Новый год тогда все не спят, начинаются там веселья, салюты. Задача мальчика на каникулы – пройти Марио. Дед Мороз и Снегурочка оценили трудолюбие и упорство мальчишки и пожелали ему успеха в учебе. Самое главное – это сделать уроки, чтобы все было хорошо. Все было хорошо на этот раз и у Ксюши и ее родных. В свой седьмой день рождения девочка вместе с большой семьей провела незабываемый вечер в боулинг-центре. День рождения каждого ребенка и другие важные праздники. Многодетная семья, несмотря на сложное материальное положение, старается выйти в свет. Всем вместе сходить в кино, поиграть в пейнтбол. В боулинге семья впервые. И это новогодний подарок Готовым от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Дети из всех трех семей получили подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки по просьбе депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Ежегодно, в канун Нового года, он участвует в благотворительной акции «Под елкой желаний». И кроме подарков – встреча со сказочными героями. Это дополнительный бонус к празднику. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Полицейский Дед Мороз посетил воспитанников детских домов. Служители закона переоделись в сказочных героев и подарили праздник малышам из Бийска и Барнаула. Я, дети, очень старый дед. И мне, поверьте, много лет. Основные персонажи в театральном представлении – и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Они активно призывали детей участвовать в конкурсах, разгадывать ребусы, петь и танцевать. Праздник получился веселым. Всем детям раздали сладкие подарки. Ребята, которые проживают в детском доме, лишены семейного очага, заботы родителей, несмотря на вполне достойные, хорошие условия проживания в детском доме, хочется подарить им немного внимания, немного человеческой теплицы. На праздники правоохранители провели и профилактические беседы. Сказочные герои напомнили детям о мерах безопасности в быту, на улице и в интернете. С участием главного волшебника оригинальную новогоднюю акцию провели автоинспекторы. Они останавливали машину, серьезным видом проверяли документы, а потом неожиданно для водителя вручали ему подарок. На этот раз автолюбителям дарили незамерзайку, щетку для очистки снега и кружку. В основном остановки водителей, сотрудниками госавтоинспекции, они, как правило, за нарушение правил дорожного движения. В этом случае мы немножечко поменяли эту риторику. Мы останавливаем, наоборот, тех водителей, которые соблюдают правила. Водители очень сильно удивляются, им очень приятно. Просто в шоке. Большое спасибо, ребята. Я, естественно, очень сильно удивлен. Очень редко меня ГИБДД останавливает, тем более в Алтайском крае, самец Новосибирска в основном. Поэтому очень приятно. Первый раз в жизни такое со мной случилось. Большое вам спасибо. И вам тоже большое спасибо. Настоящий мужчина. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube, и на Routube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok